Всем привет, вы на канале Суперкит. Решил купить себе винчестер на 2 терабайта, так как назревает интересный компьютер для меня, и в этот компьютер его и установить. Поскольку на данный момент весь объем информации, который я храню, как раз около отметки в 1 терабайт, этого будет пока что достаточно. Особенно если учесть, что в том компе обязательно будет еще и отдельный системный диск. Это позволит полноценно использовать новый компьютер, ведь на нем будет все, что мне нужно. Выбирал я этот диск долго, с одной стороны подкупало то, что через меня прошло несколько винчестеров разной модели от Toshiba, и я знаю судьбу всех тех жестких дисков, все работают как швейцарские часы. Пусть даже до этого винчестеры этой фирмы были лишь компьютерного формата 3,5 дюйма, и лишь один был 2,5 дюйма, да и тот внешний. А сейчас речь идет о ноутбучном формате 2,5 дюйма. С другой стороны, также смотрел и в сторону фирмы Seagate, а именно на винчестер модели Barracuda Laptop на все те же 2 терабайта. Винчестер такой фирмы также был в одном из обзоров. Долго сравнивал их, читал отзывы, но кроме двух отличий между ними так и не нашел. Первое отличие это цена. Винт от Toshiba на момент покупки стоил чуть меньше 2000 гривен, в то время как конкурент от Seagate стоил около 2700 гривен. Но при этом жесткий диск от Seagate имел толщину 7 мм, а толщина того, который купил, стандартный для такого формата 9,5 мм. За исключением того, что 7 мм можно поставить в ряд особенных отдельных моделей ноутбуков, нигде этот выигрыш в 2,5 мм на сегодня больше профита не даст. А заплатить за это на 30% больше нужно. Не сказал бы, что проблема только в деньгах, но нет психологического штурма, как было, когда я покупал винчестер Hitachi на 1 терабайт. В те времена эта модель была очень на слуху и я также поддался такому выбору. Кстати, этому винту уже 5 с плюсом лет, он до сих пор является главным хранилищем в моем основном компе. Только если раньше он был единственным для хранения файлов, то сейчас он разделяет это с SSD Samsung 860 EVO на 1 терабайт. Купленный накопитель модели L200, как и говорил, имеет толщину 9,5 мм, объем 2 терабайта, форм-фактор 2,5 дюйма, буфер 128 мегабайт. Скорость вращения 5400 оборотов в минуту. Себе я только такие и покупаю. Имеет маркировку, которую можете видеть на экране. Такая маркировка соответствует поставке в коробке. Как ни удивительно, но в магазине, в котором покупал, такой вариант стоит дешевле на 300 гривен, чем такой же винчестер, но просто в антистатическом пакетике. Я даже не верил, что будет эта самая коробка, ведь мне еще ни разу не доводилось видеть внутренний жесткий диск в коробке. И даже когда была указана маркировка накопителя, которая соответствовала нормальной упаковке, то ее никогда не было при этом. Как можно видеть, в этой линейке более древние модели имели обычный метод магнитной записи CMR. Но уже в более емких моделях, которой и является винчестер на обзоре, используется технология записи SMR, которую называют черепичной. А вообще в этой линейке присутствует три разных емкости 500 гигабайт, 1 терабайт и 2 терабайта. Работает этот винчестер только от 5 вольт. Немного о том, сколько льется ахинеи от якобы специалистов, что все проблемы современных дисков идут от SMR. Ну, во-первых, как минимум, благодаря этому самому SMR вы вообще можете видеть винчестер форм-фактора 2,5 дюйма с объемами в 2 терабайта. Во-вторых, когда вводилась технология перпендикулярной записи где-то около 17 лет назад, я слышал подобное про нее, что, мол, все, никакой надежности. PMR это не недоразумение в виде оккупации части Молдовы Рашкой, а это самая технология перпендикулярной записи. Именно так стали тогда называть такой способ записи. Время шло, почти все производители стали переходить из-за очевидных преимуществ в росте скорости и увеличении плотности записи на эту технологию. И в какой-то момент она стала настолько обыденной, что стала обычной. Именно той, которую потом стали называть CMR, из-за которую топят сектантские фанаты. В-третьих, SMR давно не нова, а значит уже достаточно испробована и не имеет никаких глобальных проблем, поскольку производители не идиоты и вообще производство винчестеров настолько отлажено, что у меня лично сомнений не вызывает. Теперь от слов к делу. Стандартное действие для нового накопителя, будь то жесткий диск или твердотельный накопитель, это инициализация. В результате данного действия доступная емкость 1863 гигабайта, что в терабайтах составляет 1,81. Стандартная величина. Файловую систему хотел выбрать EXFAT, но, к сожалению, она недоступна. Мне предлагается выбрать из двух других, а именно MTFS и FAT32. Другого пока что ничего не представляется к выбору, поэтому MTFS пока без вариантов, так как для такой емкости, во всяком случае, некоторых разделов в будущем FAT32 просто не актуален, так как на него нельзя записать файл размером больше чем 4 гигабайта. И несмотря на то, что большинство файлов меньше 4 гигабайт, все равно даже из-за одного файла, превышающего допустимый размер, уже пользоваться файловой системой FAT32 некомфортно. Итак, как можно было видеть, я выбрал файловую систему NTFS. В CrystalDiskInfo видно Smart, скорость работы 5400 оборотов в минуту, количество включений, SATA 3, набор инструкций, прошивку, температуру и серийный номер. В CrystalDiskMark первые тесты скорости 150 с плюсом мегабайт в секунду. В HDTune скорость чтения видна в графике, отображающем классическую падающую дугу. Максимальная скорость чтения 150 мегабайт в секунду, а минимальная скорость чтения около 60 мегабайт в секунду. Случайное краткосрочное падение до 49 мегабайт в секунду могло быть вызвано чем угодно и не отражает реальной скорости работы. Обычно такой тест я делаю, когда нужно узнать реальную скорость записи SSD после заполнения объема его быстрого участка. Но постоянно читая в отзывах, что у кого-то проблемы со скоростью, решил делать такой тест и для жесткого диска. Сейчас попробуем понять, какие скорости можно увидеть у нашего гвоздя программы и возможную причину, по которой скорость может быть ниже ожидаемого уровня. Для начала копирую с SSD Samsung EVO 860 на 1 ТБ, что снимает ограничения в скорости записи на винчестер из-за скорости чтения источника, файлы, размеры которых от 6 до 9 ГБ, а самих файлов чуть более чем на 100 ГБ, общей емкостью. Это большие файлы, при копировании которых накопитель успевает набрать максимальные скорости. Скорость преимущественно держится в границах 120-135 МБ в секунду. Обычные скорости для винчестера 2,5 дюйма. Однако, как и показал тест CrystalDiskMark, мелкие файлы копируются существенно медленнее. Это тоже обычные скорости для винчестера. Сейчас буду копировать не настолько мелкие файлы, но и не в несколько гигабайт, а именно обычные фотографии. Их размер от 1 до 10 МБ. И скорость записи таких файлов держится в пределах 55-65 МБ в секунду. Таким образом, доказываем на практике, что скорость записи жесткого диска зависит от размера файла. Очевидно, что для тех, кто пишет гневные отзывы по поводу скорости работы винчестера, этот факт не является очевидным. По результату копирования объемных файлов, я не вижу никаких провалов скорости. Скорость записи держится уверенно. Ее падение может быть описано лишь согласно кривой скорости, которую можно было видеть в тесте программы HDTune. На практике это падение было бы постепенным и полностью бы наблюдалось только при полной записи жесткого диска за один заход. После всех тестов я все же попробую другую файловую систему. На этот раз, когда диск уже давно как инициализирован, при попытке форматирования предлагаются файловые системы MTFS и REFs. Давайте посмотрим на эту диковину и узнаем, есть ли зависимость между скоростью и файловой системой. Я совершенно точно знаю, что такая зависимость есть, так как уже делал нечто подобное в обзоре своего USB 3.0 внешнего винчестера Toshiba. Хотя там был внешний жесткий диск, а здесь внутренний, да и сравнение было между не такими файловыми системами. Кому интересно, можете посмотреть данный обзор по всплывшей подсказке. Несмотря на то, что я уже достаточно давно купил себе тот внешний диск, модель по-прежнему актуальна, так как до сих пор есть в продаже. Может кому пригодится такой обзор перед покупкой такого же устройства. Емкости у той линейки, кстати, есть также разные, не только 2 терабайта. Первое же, что сразу отталкивает пользоваться этой файловой системой, что даже при пустом диске 18 гигабайт сразу же куда-то пропадают и чем-то уже заняты. Вообще не понимаю, почему этот рефс мне предлагается, а XFAT нет. При записи больших файлов видим почти мгновенную просадку по скорости записи, которая после этой просадки находится в пределах 30-60 мегабайт в секунду. Причем чаще около 30 мегабайт в секунду. При записи фоток скорость записи после попыток роста проваливается опять до уровня скоростей, которые и были в случае МТФС, около 60 мегабайт в секунду. Кто-то скажет, что влияния на скорость нет между файловыми системами, что я не так отформатировал, что нужно было полностью форматировать, а не делать быстрое форматирование, но нет. И переведя винчестер снова в файловую систему МТФС, опять можно наблюдать скорости, которые здесь были с самого начала. Что и можно видеть в случае повторной записи тех же самых файлов. Все сложнее делать тест в Виктории, так как на таком объеме скорость даже в 150 мегабайт в секунду это 4 часа теста подряд. Предварительно прошелся по значениям смарт. Новый винчестер, поэтому показатели идеальны. Что же касается самого теста, то и он идеален. Вы конечно же будете видеть это очень ускоренно и не полностью, но я все же сделал тест и этой программой. Возможно, такой тест может помочь выявить, например, брак. Мне же остается радоваться моей покупке. Надеюсь, что этот накопитель будет так же служить мне, как и все другие, которые мне приходилось покупать. Ведь жесткий диск это не просто предмет и составная часть ПК. Это устройство, которое в случае выхода из строя может забрать не только время на обмен по гарантии или деньги на новый накопитель в случае окончания гарантии, а и может забрать ценные данные. И чтобы это не произошло, насколько бы надежным носитель информации не казался, такого рода инфу все же лучше иметь где-то еще. Посудите сами, если вам не жалко свои старые фотки, например, то зачем вообще тогда фотографироваться? Если вам не жалко своей работы, то зачем люди тогда бегают и за стоимость нового винчестера восстанавливают данные со старого? Не проще ли сразу купить какой-нибудь внешний жесткий диск, чтобы не только хранить всю полезную информацию, а и с легкостью иметь к ней доступ с того устройства, к которому будет этот жесткий диск подключен? И очень часто бывает так, что винт набит хламом, а той самой ценной информации не так уж и много, ведь все остальное это может быть и музыка, и видео, которые легко будет найти вновь. Поэтому думайте наперед, не так уж и дорого стоит этот внешний винчестер. Я давно решил перейти на 2,5-дюймовые жесткие диски именно из-за их универсализации. Тот факт, что такие диски потребляют лишь 5 вольт, позволяет использовать их везде. И даже если вдруг с компом что-то случится, а мне нужна будет срочная информация, то с легкостью через недорогой адаптер в USB можно подключиться хоть к телевизору. И мне не нужно будет никаких дополнительных блоков питания. Покупка винчестера Toshiba на 2 ТБ была для компьютера, однако это не обычный компьютер, о котором будет речь в одном из последующих видео. Почему не SSD? Причина банальна, цена. SSD емкостью 2 ТБ, даже дешевый и полуизвестный бренд будет стоить в 2-2,5 раза дороже. А у меня еще и 2 компа на данный момент, а едет и третий, и в каждый поставить SSD для большего комфорта я не могу себе позволить. Ну или придется отказаться от чего-то другого. Большинство людей, не понимая разницы между размерами файлов, между файловыми системами, постоянно печалятся по поводу низких скоростей работы. Я уверен, что именно такие люди и пишут те самые негативные комментарии о жестких дисках. Важно понимать разные режимы записи, тогда придет и понимание того, что есть нормальным. Для меня очередная цель по месту для хранения цифровой информации достигнута. Жду свой еще один компьютер, хочу собрать очень интересный вариант. Там будет прикольно все, о чем постараюсь рассказать в следующих видео. А мне лишь остается добавить, как и обещал в обзорах жестких дисков, отчет о всех винчестерах, которые были на обзорах. По-прежнему со всеми накопителями все отлично. Все работают у своих хозяев, в том числе и у меня. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok